Воронеже прошли всероссийские соревнования Мне кажется, это такой предвестник весны в нашем регионе уже Соревнования прошли, значит весне можно наступать Василий Ильич, скажите, пожалуйста, как прошли соревнования в этом году? Как всегда, хорошо Это 14-е соревнования на призы заслуженного тренера Советского Союза Литвинова Я скажу, что вообще-то эти соревнования создавались не Литвиновым А его учениками Они попросили, можно мы будем именовать так соревнования Потому что в Воронеже не было турнира всероссийского Ну, я говорю, да конечно можно Конечно можно У нас в 23-м году сменилось руководство Новый президент нашей федерации Евгения Александровна Панина Вот Но я скажу, что Когда приходит новое То всегда ждем нового Что будет? Ну и я скажу, так честно признаться Все новое пришло вместе с ней Но и сохранение традиций также осталось Евгения Александровна, расскажите, пожалуйста Насколько действительно вот этот баланс соблюден Между традициями спортивными Заложенными в нашем регионе И вот этими современными тенденциями Могу сказать, что для меня это очень важное соревнование Потому что Василий Дмитриевич мой тренер Естественно, я отношусь с огромной любовью и благодарностью Потому что это тот человек, который меня поддерживал Не только в спорте, но и в жизни Потому что благодаря Василий Дмитриевичу я продолжила дальше свой путь Тренера и стала уже президентом федерации И безусловно, сохранить традиции И привлечь, чтобы к нам приезжали в регион Как можно больше спортсменов Поднять планку и уровень соревнований Это то, что было первостепенное для меня Соответственно, в этом году мы отметили соревнования Ну, Василий Дмитриевич, мне кажется, с шиком Да, так что там было? Соревнования прошли на высоком уровне Но масштабные же были Да, и спортивное мастерство было показано И контингент от Калининграда до Приморья Комсомольск на Амуре был представлен хорошими спортсменами Но самые сильные где, Василий Дмитриевич? Самые сильные, конечно, в Воронеже Другого ответа мы не ожидали А в чем особенность в Воронежской школы? Я могу сказать, что у нас всегда была сильная школа И с каждым годом она становится сильнее Безусловно, как и в любом виде спорта У нас есть и прогресс, и есть то время, когда мы на ровном уровне Но если посмотреть на количество выполняемых мастеров спорта ежегодно То я могу сказать, что у нас на сегодняшний день Федерация находится, если не на первом месте То точно не в самом последнем ряду Поэтому, безусловно, школа очень сильная Потому что у нас тренеры высшей категории Более того, все мечтают тренироваться в Воронеже Даже из других городов к Василий Мичу приезжают И тренируются именно у него То есть у молодого поколения интерес к акробатике есть? Безусловно Интересный момент В Воронеже, в женских парах Много элементов открытых именно воронежскими тренерами Ну, мосты мои А вот у Марины Григорьевны У нее есть свои элементы У Вашей супруги тоже тренируются Да, интересные элементы Тоже выполняемые или только ее участниками Ну, или немногими участниками других городов Но только немногими А вчера, интересный момент Вчера, значит, готовится Мы готовимся сейчас к новым соревнованиям 17-го поеду на первенство России Вот И ее пара Выполнили элемент очень сложный Из ласточки двойное сальто на сход Это сложный элемент Да И вчера мы на тренировках Рукоплескали этому элементу Получилось? Получилось Получилось Поздравляю Они получили конфетки У нас иногда практикуем Мы, что если здорово оттренировался человек Можно Да, то можно конфетку съесть Да, вот Вчера они по конфетке заработали А Василий Дмитриевич на самом деле поскромничал Потому что у него есть элемент Который никто больше в мире не выполняет Это Литвиновский мост И еще он называется Воронежские мосты Один из самых сложных элементов И только благодаря Василий Дмитриевичу Выполняют девочки наши сейчас в Воронеже этот элемент Так, это только наш воронежский почерк? Только наш воронежский почерк То есть ни одна школа других городов не может повторить? Ни одна школа ни городов, ни в мире больше никто не повторил Это такое доказательство мастерства Ну, я Вам скажу, знаете Первый воронежский мост Тоже думали, что его никто больше не повторит Это было давно Так, сейчас в мире многие делают Вот сейчас новый мост А в чем секрет? Тоже думаем, что вот этот мост Когда на одной ноге и на второй ноге там элемент Тоже думаем, что никто не повторит Ну, что интересно Что вообще-то первая сделала пара ученицы в Воронеже А вторая пара Они хоть пришли ко мне Но пришли они из Хохла Хохольские девчонки Они оттуда пришли И поставили ногу, руки И хопа Получился этот мост И это с этим мостом они даже получили Премию лидер года У губернатора Вот, приз губернатора Ну, что интересно Вы знаете, отдельные элементы Это, конечно, мощно Это тяжело Но самое главное Это организация процесса А организация процесса Вот у нас Воронежская школа Она все время была внутри Воронежа А сейчас Хохол Островожск Рамонский район Усманский район Вот, и во всех этих районах Есть акробатика Почему? Потому что Евгения Александровна Она, когда закончила институт Все остаются в Воронеже И тренируют в Воронеже На готовых базах А она поехала в Островожск В Хохол Вот сюда И там создала акробатику Секции акробатики Нашла тренеров туда Подготовила сама этих тренеров И вот оттуда пошла новая акробатика Вот в 23-м году Пошла акробатика областная Не только город Воронеж А область Расскажите нам Вот, ну, захотят наши зрители Отвести ребенка на акробатику Как подобрать правильного тренера Выбрать его Чтобы это не было такого Знаете, что ребенок сходил на первое занятие Сказал, ну, все, это вот точно не хочу Как влюбить ребенка в акробатику? Как подобрать тренера? Акробатика, как говорит Вася Михайлович Это сложно И, безусловно, здесь тренерская работа Она огромная Вы представляете? Вот сейчас мир настолько меняется И увлечь ребенка Это достаточно сложно И я даже сейчас В сегодняшнем дне понимаю Вот у меня маленький ребенок Я думаю, ну, как его приучить? Потому что он скажет Мам, я лучше посижу в телефоне Не, ну, какая акробатика? Тут нужно не один год работать Тут нужно десятилетиями, чтобы добиться высокого результата Если человек спортивный Вы знаете, его порой зачастую даже не нужно уговаривать Он влюбляется уже сам Но, безусловно, это тренер Что нужно смотреть? Чтобы тренер был профессионалом своего дела К сожалению, мы сейчас замечаем такую проблематику Что родители отводят ребенка в секцию И они даже не знают фамилии, имя, отчество тренера Они не знают квалификацию тренера Они даже не знают, есть ли у него образование или нет И зачастую мы, вот сегодняшним дне, опять же Сталкиваемся с тем, что приходят сообщения Вот мы занимаемся акробатикой такого-то тренера А мы, акробаты, о нем ничего не знаем А каким образом он ведет свою деятельность? Вот таким образом сейчас оказывается Это же частные проблемы, частные школы открываются Это сейчас большая проблема Не только в нашем виде спорта Это вообще большая проблема Уважаемые взрослые, в принципе, в спорте В секциях, в кружках Поэтому я хотела бы, чтобы все обратили внимание на то Вы, когда отводите своего ребенка, посмотрите Кому и куда? Компетентность перед профессионалом Обязательно Профессионализм должен быть Квалификация должна быть Образование Но даже элементарная медицинская книжка должна быть Мы же с вами не поведем ребенка к педиатру Который никогда в жизни не был педиатром Мы всегда посмотрим, что за доктор А что вообще, кто он такой Отзывы даже почитаем Так почему же мы своих детей Отводим в секции, причем в долгую К педиатру один раз сходил И пошел к другому, если тебя что-то не устроило А зачастую десятилетиями водят А потом узнается, что что-то было там и не так Поэтому я прям прошу, как президент федерации Обратить на это внимание Уважаемые взрослые, здоровье наших детей Зависит только от нас Да, но это же судьба, это жизнь Потому что спорт, он формирует человека Формирует характер И, соответственно, судьбу тоже Спасибо вам огромное за сегодняшний визит За мероприятия, которые вы ежегодно Традиционно проводите в нашем регионе И будем надеяться, что молодое поколение Будет еще активнее интересоваться акробатикой Напомню, этим утром в студии были Президент Воронежской региональной общественной организации Федерации спортивной акробатики Евгения Панина И Василий Литвинов, заслуженный тренер Утро вместе продолжается